Я вообще начал заниматься байджампингом случайно. Всегда, сколько я себя помню, от релого возраста, пытался заняться какими-то не то что экстремальными видами спорта, но испытать какие-то ощущения, которые находятся за зоной комфорта, обыденной жизни. Даже помню в детстве мама рассказывала, что когда мне было 2-3 года, я когда-то ушел в соседний двор, меня очень долго искали. И занимался туризмом, занимался скалолазанием. И в погоне за новыми ощущениями я пришел в парашютный спорт. Из любопытства было интересно испытать ощущения, которые испытывает человек в свободном падении. А здесь можно сказать, что человек добился всего, или сколько бы ни прыгал, все равно все будет мало-мало. Ну зависит все от того, какие цели человек все ставит. Я ставлю себе цель научиться классно летать, стремлюсь к этому. И, конечно, не стою на месте, развиваюсь и добиваюсь тех результатов, которые я ставлю перед собой. Ну и так каждый человек. Потому что если нет цели, то ты не будешь развиваться. Бессеры боятся погибнуть. Ну как и все люди. Человек при рождении тоже боится. Это основной страх. Даже в детстве есть какой-то возраст, когда ты очень много думаешь о смерти и ты боишься ее. И также, в принципе, Бессеры боятся тоже погибнуть, боятся бедности. Боятся какого-то недопонимания. У всех разные. У каждого свои страхи. У меня есть цель, допустим, что-то сделать. Выполняя эту цель, которая преграда есть передо мной, я стараюсь справиться с задачами, с теми проблемами, которые возникают. И так же в бейсджампинге, если есть цель, допустим, прыгнуть, научиться летать, то страх вообще, он бывает, конечно, не перед каждым прыжком, но очень редко бывает. Обычно, когда что-то делаешь новое, либо прыгаешь с каких-то неизвестных мест, тогда тебе страшно, потому что либо ты еще не прыгал, либо до тебя никто не прыгал в этом месте. Непонятно, как пройдет полет, ты можешь максимально просчитать все возможные варианты событий, но полностью, сто процентов, пока ты не прыгнешь, ты не будешь знать результаты. Поэтому перед неизвестностью бывает страшно, либо когда прыгаешь какой-то новый трюк, когда ты каждый день это совершаешь, каждый день прыгаешь два сальта, либо каждый день прыгаешь со скалы, пролетаешь рядом с другой скалой, это уже становится не страшным, потому что ты адаптируешься уже к новой среде. И ты знаешь, что может твое тело, ты знаешь воздушные потоки, у тебя есть уверенность в себе, и тогда тебе не страшно. Страх – это больше даже неуверенность в каких-то своих силах. Если страх возникает, то можно даже не обязательно прыгнуть, а как-то еще подготовиться, прийти попрыгать на батуте в зале, либо попрыгать больше с самолета. – Ну вот ты говоришь о страхе как об инстинкте самосохранения. Это правильно. Но у вас получается инстинкта самосохранения практически нет. Вы лезете туда, куда не полезет человек, который мечтает жить долго и счастливо. Ну, все дело в возможностях человека. Я же не просто так начал прыгать. Я тренировался несколько лет, и ты не сразу же научилась ходить, ездить на машине, ты тренировалась. Для тебя это обыденность – ездить на машине с рулем, либо ходить пешком, допустим, по земле. А также для меня обыденность прыгать. Для меня нет ничего такого сверхординарного – прыгнуть и полететь. Потому что я чувствую свое тело, умею управлять вингсютом и знаю, что от него ожидать. Поэтому для меня это то же самое, как это обычная жизнь. Поэтому нет ничего экстремального даже. Экстремальное – это когда ты какой-то новый скала, с которой ты не прыгал. Либо какой-то трюк, либо, допустим, много вейта, 50 человек, 30 человек, 20 человек. Это да, экстремально уже. И там уже как бы страшно становится. А когда обычный прыжок ты совершаешь, когда каждый день прыгаешь, то же самое, что сходить за хлебом. Если страх у тебя перед каждым прыжком, он, наоборот, мешает, потому что он сковывает. И как раз задача как-то распрыгаться, сделать много прыжков, чтобы страх тебя не сковывал, не сковывал мышцы. И ты мог прыгать расслабленно, и таким образом твой прыжок даже становится более безопасным. Тут нужно знать, откуда берется страх и дружить с ним. Те ощущения, которые ты испытываешь от полета, они складываются из нескольких составляющих. Это сам полет, ощущения, в принципе, но совсем другие. После того, как парашют раскрылся, у тебя приходит такая эйфория от выполненной работы, можно сказать. То, что ты поставил перед собой задачу, выполнил ее, и от этого получил удовольствие. Так же, как в любой жизни, как в обычной жизни, затрагивать какие-то другие виды спорта. Пролез в какой-то сложный скаловазный участок, получил вот это удовольствие. Так же здесь испытываешь удовлетворение от того, что ты прыгаешь в каком-то красивом месте, прыгаешь с друзьями, все позитивно, все классно. Байсджампинг – это вообще такой позитивный вид спорта. Когда я не прыгал, в Винксюте, когда я не прыгал байсджампинг, я считал людей, которые совершают прыжки со скал, с домов, какими-то суперспортсменами, которым неведом страх, которые полностью управляют своим телом. Но когда сам начал заниматься байсджампингом, понял, что на самом деле сверхъестественного в этом ничего нет. Главное – грамотно тренироваться, подходить ответственно к безопасности. И каждый человек может совершить прыжок. Я не чувствую себя суперменом, потому что я понимаю, что тот человек, который захочет это сделать, он сможет, в принципе, без проблем за год-два-три подготовиться и совершить то же самое, что делаю я. Ты занимался много байсом созданий, всяких точек, запрещенный доступ и так далее. Насколько это вообще необходимо? Или можно просто прыгать со скал? У тебя было в жизни и то, и другое. Зачем ты прыгаешь из домов? Ну, прыжки из домов немножко другое. Это отличается от прыжков со скал, что в городе совсем другая атмосфера, ты чувствуешь динамику города. То есть прыжок происходит в центре города, когда под тобой есть какие-то улицы, где ездят машины, ходят люди, рядом в офисе кто-то работает, ты чувствуешь эту энергетику города и при прыжке испытываешь заряд какой-то немножко другой, не тот, который ты получаешь в горах. Ну, в этом есть как бы тоже своя прелесть. Бейс он интернационален или есть конкуренция какая-то в бейсе? Бейс джампинг – это интернациональный вид спорта, потому что прыжки часто совершаются в каких-то других странах. В России вообще очень мало скал. Ну, часто выезды за границу, когда ты общаешься с бейс джамперами с Австралией, с Америки, Канады, Венесуэлы, Норвегии. И когда в общей тусовке какие-то свои политические проблемы, ну, никто их не затрагивает. Ну, как бы это вообще бред, как бы про это разговаривать. Все разговаривают про общее увлечение, про общее дело, как бы. Конкуренция есть между вами или вы все как члены одной большой команды и достаточно немногочисленные? Ну, я ни с кем не конкурирую, потому что я понимаю, что очень много людей, у которых опыт намного выше моего. Я просто пытаюсь поднять свой уровень. Это для меня, как бы, это важнее, чем какая-то конкуренция. Потому что конкуренция нервит. Кто-то сделал лучше тебя, ты из-за этого расстраиваешься. У меня конкуренция сделать какое-то крутое видео, которое будут смотреть другие люди, которые даже не занимаются бейс джампингом. Вот для меня конкуренция с другими бейс джамперами, которые тоже делают какое-то интересное видео. Потому что я себя больше позиционирую даже в жизни, больше как и видеооператор, либо режиссер. Мне это больше нравится, хоть я в этом еще мало развился. Как бы, это мне больше нравится, чем даже прыжки сами. Ну, наша задача была сначала найти точку отрыва, exit. Значит, встать на нее, чтобы мы вместе смогли на ней расположиться, не мешая друг другу. Потом следующий этап. Мы одновременно отталкиваемся. Тот, кто прыгает первый, он обычно считает. Ready, set, go. И на go, либо на se. Мы отделяемся. Значит, разгоняемся, падаем вниз головой. И в какой-то момент начинаем уже переходить в горизонталь и лететь вдоль скалы. Моя задача была подлететь поближе к скале, прижаться к ней, чтобы получились интересные съемки. А Глеб должен был подлететь, держать меня всегда в кадре и лететь рядом со мной. То есть тоже задача очень сложная. И порой даже по видеооператору намного сложнее, потому что ему нужно не просто лететь, а еще и снимать другого человека. Головной процессор. Работает очень много информации, очень много команд происходит. В одну секунду их нужно обрабатывать. Какая скорость вашего падения получается? Какова передвижение, когда вы летите в горизонте? У вас каждый раз напряжены руки, напряжены. Вы становитесь площадью большой. Есть определенная техника полета. Можно контролировать свою скорость, контролировать угол падения. Скорость может быть от 120 до 180 км в час. Можно разогнаться и больше, до 200. Но средняя скорость примерно 150-140 км. Это горизонтальная скорость и вертикальная скорость примерно 40-50 км. Бывают разные еще полеты. Проксимити полеты рядом со скалой. Есть определенная техника, когда ты летишь на дальность, на качество, то ты не стараешься максимально разогнаться. А когда ты летишь рядом со скалой, скорость должна позволить тебе сделать такую подушку, чтобы ты мог относительно скалы подняться вверх, взлететь на какое-то время. Это такая подушка безопасности. Либо мог резко уйти вправо, либо влево. Птицы машут руками своими крыльями. Вы напрягаете, у вас тоже есть крылья, у вас есть вот эта площадь. Что позволяет вам лететь? Крыло сам в костюм, он не надуется. Если ты прыгнешь со скалы и ничего не будешь делать, ты будешь так же падать камнем вниз, он может чуть-чуть перемещаться незначительно. Но костюмом нужно управлять. С помощью тела, с помощью плеч, ног, рук можно задавать качество полета. За счет этого костюм летит. Потому что человек сам без костюма, без винг-сюта может перемещаться в воздухе. Причем так достаточно неплохо. Но костюм помогает сделать эти перемещения в разы более качественными сделать их. Ты делаешь определенный угол наклона и как фанеры ты перемещаешься. Вот для вас это предел уже, да? Все люди, которые прыгают с парашютом, прыгают скайдайверы и потом уже идут и идут дальше. И все-таки это такая крайняя высота, бейс, выше уже и от вязни уже ничего нет. Не, может прыгнуть в стратосферу еще. Шон Маконки, прыгал в винг-сюте с горными лыжами, еще крутил акробатику, потом отстегивал лыжи и летел в винг-сюте. Но это как бы намного технически сложнее и требует еще дополнительных навыков. Умение управлять лыжами, прыгать в них акробатику, потом отстегивать их и лететь в винг-сюте. Это как бы сложнее, да. Но опаснее, чем бейс? Есть еще что-то? Ну, безусловно. Конечно, есть. Бейс я вообще не считаю таким опасным видом спорта, на самом деле. Видом деятельности даже. Тут, в принципе, простые движения, которые ты должен сделать четко. И все. Технически здесь даже ничего сложного нет. Даже самолетом управлять, в принципе, я думаю, сложнее. Там больше нужно навыков, там, учиться несколько лет, налетовать часы. У бейсера есть второй шанс? Да, есть и третий, и четвертый, и пятый. Ну как, если нету нестрахующего прибора, не запасного парашюта, вот все. Ну, если парашют не раскрылся, то, блин, то же самое, что ты врежешься на машине в бетонную стену, там, на скорости 200 км в час. Как бы, есть у тебя шанс? Ну, возможно, есть какой-то один процент, что ты останешься живой. Ну, конечно, шанс всегда есть. Ты совершаешь что-либо, и если ты будешь знать, что ты погибнешь, как бы, ну, зачем этим заниматься? Нужно полностью, как бы, сказать, бороться до конца, бороться за свою жизнь. Боятся ли за вас ваши близкие? Конечно, боятся. Близкие боятся даже если ты, там, телефон не берешь, десять часов вечера, пошел за хлебом. Конечно, переживают. Потому что, ну, им нужно доверять, как бы, близкому человеку, как бы, не входить, там, в панику. Ну, если они боятся, и, как бы, это оправданный риск, а вы все равно продолжаете этим делать? То есть, получается, это некая форма эгоизма? Нет, наоборот, получается, со стороны другого человека это эгоизм запрещать своему близкому, либо кому-то родному человеку делать что-то. Потому что каждый человек распоряжается своей жизнью, как ему хочется. Человек дан один раз в жизни. Если он не будет ее использовать так, как он хочет, он может сказать, что человек не жил. И если другой человек ему запрещает это что-то делать, значит, они просто не сходятся либо характерами, либо как-то по жизни. Нужно находить такого человека, у которого были бы одинаковые увлечения, чтобы вы могли друг друга поддерживать. А запрещать что-то, ну, это частый достаточно вопрос, что те люди, которые спрашивают, допустим, у них в семье даже бывает такое, что жена, ну, даже у моих большинства друзей, там, жена, там, либо муж, там, запрещает что-то делать, как бы. Но я считаю, что человек несвободный этот, что он, там, подстраивается под кого-то. Ну, конечно, нужно подстраиваться, как-то притираться друг к другу, но, как бы, в пределах, там, разумного, там, не переходя на крайности. То есть, ты всю жизнь, там, занимался велогонками, и тебе говорят, что, блин, я считаю, что неправильно, что ты катаешь на велосипеде, все, давай, выкинем его на помойку, вот, езди на машине. Конечно, это травма для человека и психическая, и человек уже не сможет дальше жить полноценной жизнью. И, на самом деле, люди, которые соглашаются под это, чтобы им манипулировали, может, они либо это хотят, либо просто слабые люди над ними берут в прерогативу, как бы. На самом деле, тот эгоист, другой человек, который запрещает другому человеку, что ты делаешь. Дело даже не в запрете, а дело в том, что просто есть какие-то ценности у каждого человека в жизни, не знаю, семья, дети, какие-то вещи, которые, ну, он боится потерять. Вот о чем речь. Или люди эти будут бояться, если не станет шевалей. Ты же тоже являешься ценностью для своей жизни. Ну, нужно доверять, без доверия никак. Ну, вот будет у тебя ребенок, да, будет сын, которого ты взрастишь, которого ты будешь холить, лелеять, и он пойдет и скажет, папа, я хочу это. Ты скажешь, ты понимаешь, что ты мне единственный? Я скажу ему, как бы, вот, как сказал мне отец, как бы, ну, даже не то, что говорил, просто я это вижу, он дает мне свободу, он никогда не воспитывал меня, как бы, просто я занимался всегда тем, чем я хотел. И так же своему ребенку, как бы, пусть он занимается тем, что ему нравится, то, к чему, допустим, лежит у него сердце, либо душа. Я дам ему всякие возможные варианты, там, покажу, там, есть там, различные, там, занятия, виды деятельности, а он уже сам выберет себе то, что ему больше нравится. Это и есть свобода, на самом деле, как бы, а большинство людей живут не своей жизнью, а какой-то навязанной, либо обществом, либо родителями, либо кем-то еще другим. Как раз свобода, это когда человек, сам исходя из того опыта, который у него есть, из той информации, которую он получает из внешней среды, как бы, уже принимает свои решения. Но все равно какой-то есть багаж знаний, либо постоянно какой-то идет поток информации каждый день, и те решения, которые ты примешь, уже будет зависеть от твоей дальнейшей жизни, и каждый человек это принимает. Нужно жить, как бы, получать от жизни удовольствие, причем, ну, как бы, стараться не причинять другим людям какого-то вреда. То есть, получается, философия бейса – это получать удовольствие? Нет, философия бейс-джампа у каждого человека своя, допустим, а моя философия – это делать какое-то красивое видео на какие-то проекты, реализовать. Продолжение следует... Продолжение следует...